Дорогие друзья, садоводы, световоды и огородники, зрители и гости канала Русского Огорода, здравствуйте! Как вы видите, у нас еще не паханы поля, но скоро здесь все зацветет, а в этой части все будет в грандиозном урожае. И сегодня специально для вас мы хотим показать, что растет в нашей теплице. Итак, приступим! И вот она здесь, наша святая святых. Тепличный комплекс русского огорода, в котором уже все растет и даже кое-что цветет. Давайте посмотрим вместе с вами это место. Еще никто не был в этой теплице, ни разу с камерой, и только нам сегодня разрешили пройти, снять для вас интересный и увлекательный материал. Как происходит выращивание рассады для того, чтобы разместить все на экспериментально-техническом поле русского огорода и произвести так называемый грунт-контроль. Пойдемте и посмотрим вместе с вами, что там сейчас происходит и как все сейчас там растет. И вот мы с вами в теплице русского огорода. И как видите, у нас здесь пусто. Даже еще не выросла капуста. Но сейчас произойдет небольшое чудо. И вот мы уже среди цветов и овощей. Вы только посмотрите, какое огромное количество горшков подвесных кашпо здесь у меня расположено прямо под ногами. И это все петуния различных сортотипов, гибридов, видов цветения. Просто вот целое поле уже подготовлено для того, чтобы украсить участок русского огорода в различных фото-зонах. Помимо этого, эта петуния будет также и в продаже. В продаже садового центра русского огорода на заводской 15. Так что, дорогие друзья, я думаю, многие из вас захотят приехать в этом году на наш фестиваль «Сады, музыка, цветы» 2023 года. И воочию увидеть то изобилие цветения всех этих представленных кашпо на экспериментально-техническом поле. И не только эти кашпо, но еще и масса различных других цветочных культур, овощных культур. А сейчас я нахожусь в перечной группе. Здесь высеяно более 150 сортов и гибридов различных перцев, которые также будут расти на нашем поле в русском огороде. Вы только посмотрите, сколько перца вокруг меня в огромных ящиках. Уже распикированные стаканчики 0,5. Вот такие вот небольшие растения еще пока что. Но в ближайшее время, в скором будущем, это будет все увешано огромными перцами. Красивыми, красными, желтыми, оранжевыми. В общем, красота неописуемая ждет вас на днях открытых дверей русского огорода. Фестиваль «Сады, музыка, цветы-2023». Русский огород своих покупателей не оставит без внимания не только в цветочной группе, то есть в продаже рассады, но и, конечно, в различных других культурах. Например, кассеты с садовой земляникой уже готовы к реализации и вашему приобретению. Смотрите, какая красота, какая прекрасная сформированные розетки молодых саженцев. Ну и, конечно, все еще из этого, что здесь находится, будет также высаживаться на нашем поле. Здесь и луки, и различные салатные группы, томатные группы и так далее. Огромное количество сейчас располагается рассады. Но это еще не все, дорогие друзья. Есть еще второе крыло у этой теплицы, где происходит непосредственно сейчас работа с рассадой. То есть в общих ящиках была произведена посадка, посев семян, различных томатных групп, перечных, баклажанных и так далее. И сейчас все это пикируется, пикируется в стаканчике объемом 0,5, чтобы растения сформировали мощную корневую систему. И потом можно было это произвести, высадку в открытый грунт. В открытом грунте будут расти, развиваться и давать урожай. Как же происходит пикировка? Пикировка происходит без каких-либо сложностей. Подготовленный грунт, в данном случае используется верховой нейтральный торф, распределяется в посадочные емкости, делается в них углубление. Затем из общей посадочной емкости с сеянцами томатов выбираются самые хорошие крепкие сеянцы и уже погружаются в подготовленные стаканчики, заполненные этим самым верховым торфом. И вот так вот из общих больших посадочных емкостей, где высеяно порядка 500 штук в один такой ящик, затем перемещается больший объем в 0,5 стаканчики, что потом перейдет уже непосредственно на наше поле. И сейчас вы видите здесь в кадре уже проделанную работу того, что было распикировано буквально несколько часов назад. Благодаря нежным женским заботливым рукам вот таким вот прекрасным образом происходит эта пикировка. И каждый сеянец здоров и моментально трогается в рост. Вот такие вот ящики, заполненные сеянцами, моментально превращаются в распикированные кассеты и стаканчики. Но я думаю, очень интересно посмотреть, как это происходит. Многие из вас приезжают на наш фестиваль, многие видят результат проделанной работы в виде урожая, зреющего на наших овощных культурах. А также любуются цветением декоративных растений, но никто еще ни разу не видел, как происходит вот этот процесс подготовки до того момента, как уже все растет, цветет и благоухает. И вот вам, друзья, небольшой лайфхак от русского огорода, как сохранить влажным и при этом не переувлажненным грунт, а именно верховой нейтральный торф. Ведь он моментально пересыхает, а сада все-таки плохо развивается. И чтобы вот этого не происходило, мы здесь, в русском огороде, берем и все наши посадки, которые были произведены, мульчируем вермикулитом. И вермикулит сохраняет влажность поверхности грунта, тем самым препятствует переувлажнению. Это уже ящик после распикированных томатов. Как только появляются сеянцы, сразу же производим мульчирование вермикулитом. Так что, дорогие друзья, вот такая вам небольшая краткая экскурсия по нашим теплицам в русском огороде. Конечно, мы также вам покажем, и как вся эта рассада цветочных и овощных культур будет высаживаться сюда, на поле русского огорода. Все покажем, все расскажем, ничего не утаим. Так что обязательно оставайтесь с нами и следите за нашими новостями. Ну а если у вас остались вопросы, пишите свои комментарии, задавайте их, и мы с удовольствием на них ответим. А на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.